Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на родине РП, центральный округ. Мы имеем здесь Кирилл под булови, не забывайте вводить мой ник при регистрации, также можете вводить мой промокод на шестом уровне, за него вы получите очень хорошие плюшки. Сегодня у нас новая серия, она будет очень даже интересная, сегодня я вам покажу новую функцию на родине, а именно голосовой чат. Поэтому смотрите видео от начала и до конца. Также хочу вас обрадовать в том, что я запускаю конкурс на машину Audi S8, которая в полном тюнинге на лампч контроле. Ссылочка на конкурс будет в описании, поэтому переходите по ссылке и участвуйте в конкурсе. Условия там очень простые, просто нужно подписаться на группу, подписаться на канал и сделать репост. Все очень легко и просто, поэтому пацаны, на халяву просто машина, очень классная, которая стоит 5 миллионов, поэтому я всем советую поучаствовать. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Минуточку внимания, хочу вам посмотреть очень интересную группу проекта. Шикарный бонусный проект, который собирается вывести бонусники на новый уровень. Мирный бонус, продуманные системы с экономикой. Поэтому пацаны, ссылочка на группу будет в описании. Также у них будет удобный интерфейс и красивые интерьеры, поэтому проект скоро откроется. Кого заинтересовало, переходите, смотрите. В этих проектах тоже есть что-то особенное, поэтому кого заинтересовало, заходите, смотрите. Всем советую. Ну что ж, пацаны, наконец-то, просто, наконец-то на родину добавят голосовый чат. Точнее, его уже добавили, но пока что он не работает. Сейчас объясню, почему он не работает. Хотя точно причины я не знаю, но я спрашиваю администраторов. Они написали то, что как бы голосовый чат есть, но разговаривать еще нельзя. Его можно настроить, его можно посмотреть, но настраивать пока что нельзя. Давайте посмотрим. Как видите, у нас получается в левом верхнем углу находится такой кружочек, микрофон. И там есть команды, с помощью которых мы можем настроить микрофон и вообще пользоваться микрофоном. То есть, говорить на кнопку Z нужно, а настраивать микрофон нужно на кнопку F11 как бы. Поэтому вот, мы нажимаем F11, и здесь у нас настройки голосового чата. Пацаны, как я жду, чтобы его уже сделали, потому что, как бы, он есть, но не работает. Почему не работает? Видите, я нажимаю, допустим, микрофон, и здесь пишет, нет доступных микрофонов. То есть, как бы, система голосового чата есть, но микрофон мы не можем подключить. Я изначально думал, что это у меня какие-то траблы, типа, потому что об этом нигде не писали в группе, то, что дали голосовый чат. Я зашел такой, смотрю, типа, не понял, типа, голосовый чат. И, короче, хочу ему воспользоваться, но мне пишут, типа, у вас микрофон недоступен. Я думаю, ладно, типа, может, это что-то у меня. Взял, переставил провод в другой, как бы, вход микрофона, и все равно то же самое. Потом я думаю, ладно, спрошу админов, просил администрации, они говорят то, что, как бы, голосовый чат есть, но микрофон подключить пока что нельзя. Скорее всего, это уже скоро будет работать, но давайте вообще посмотрим, что здесь есть. Ну, здесь получается общее, здесь вы можете выставить громкость у микрофона, и можете полностью просто выключить. Вот это реально круто выглядит, потому что настроек здесь реально много. Настроек много, и они все полезны. Вот, вы можете включить-выключить микрофон, можете сделать громкость у микрофона, какую вы хотите. Ну, я поставлю 100%, все равно он, как бы, не работает, поэтому меня никто не услышит. Залаживание громкости, и есть фильтры высоких частот. Как бы, я не знаю, на что это влияет, типа, залаживание громкости, скорее всего, это сделано для того, чтобы резко человек громко не говорил, то есть, постепенно звук будет повышаться. А вот насчет фильтра высоких частот, я, честно говоря, не знаю. Также можем вот эту иконку передвинуть, куда нам нужно. Вот, допустим, сейчас у нас иконка выглядит вот так вот. Можем ее передвинуть вправо, влево, вверх, вниз, короче. Давайте я вам это покажу. Вот, получается, этот ползунок, это масштаб. В смысле? А что он не меняется? Я, честно говоря, то, что я перед этим пробовал, и все работало. Иконка над игроком это, блин, вот это я тупой просто. Это иконка над игроком. Я думал, это иконка именно микрофона. Я почему-то не обратил внимания, что здесь написано, поэтому не обращайте внимания, короче, это я тупанул. Так, вот, микрофон, короче, давайте посмотрим. Как видите, пишет, нет доступных микрофонов. Ого, вот это я сделал большое, конечно, реально. Все, я сбросил настройки, получается, и он находится у нас внизу, видите, где он был изначально. Это стандартное его местоположение. Ну, давайте, допустим, так, позиция X. X, по-моему, это вверх, если я не ошибаюсь. Так, вот, позиция X. Ага, нет, это не вверх, это вбок. X это вбок, а Y это, получается, вверх-вниз. Если бы показывал, типа, в реверальном времени, как ты передвигаешь его, было бы намного-намного удобнее. А так, очень неудобно из-за того, что я его просто не вижу. Ну, типа, можно его посередине просто сделать, сверху, и все. Ну, вот, да, как-то вот так вот. Только немного повыше еще поднять. Ну, короче, пацаны, вы все поняли. Так, давайте сбросить настройки. И все, так, вот, черный список здесь еще есть. То есть, введите ID игрока. Это фильтр, получается. Если вам человек надоел, вы можете просто ему дать черный список, и вы не сможете его больше слышать. То есть, он не будет вам там мешать как-то, не будет вас, допустим, оскорблять им и так далее. Если человек неадекват, вы просто можете, допустим, вот, выбрать и заблокировать игрока. Вот, все. Можете просто всех вот так заблокировать, понимаете, просто. Можете весь сервак заблокировать и просто ни с кем не разговаривать. Но это реально прикольно, типа то, что будет такая функция, вы сможете спокойно кого-то заблокировать, чтобы он вам просто не мешал. Вам это, допустим, человек неприятен с ним общение, просто, чтобы не выключать звук, вы можете просто его заблокировать, и вы просто не будете его слышать. Я считаю, это очень даже хорошая функция. Я, честно, пацаны, доволен, но надеюсь, что уже в скором времени, прям буквально на днях, мы уже сможем именно полноценно им пользоваться. Потому что сейчас он есть, но пользоваться им нельзя. Да, его можно настроить, его можно посмотреть, но именно разговаривать почему-то нельзя. Потому что пишут, типа, микрофон не подключен, типа, нету микрофона там и так далее. То есть, они добавили, скорее всего, сейчас будет тестирование пару дней, и потом, если все будет хорошо, они уже навсегда его добавят, и мы сможем полноценно общаться друг с другом. Я считаю, это очень круто. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте участвовать в конкурсе. Ссылочка на конкурс будет в описании, также выйдите мне в них при регистрации. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok